Здравствуйте, мы купили ващину, ее нужно навощить на рамке. На покупные рамочки нам нужно натянуть проволочку, она не очень толстая, вот такого диаметра. Для этого берем рамочку, делаем небольшое отверстие гвоздичком, вставляем в такую штучку, чтобы держалась проволочка. Она вставляется на гвоздь и забивается глубже. А до этого мы просверлили сверлышком насквозь дырку. Вот с двух сторон сделали на одинаковом расстоянии дырочки. Дырочки сквозные, и сейчас нужно протянуть проволочку. Чтобы натянуть проволоку, вот такое специальное приспособление, проволока сама раскручивается и натягивается проволока. и конец закручивается, чтобы не размоталось. Затем нужно натянуть на тяжечку. Проволоку нужно натягивать, чтобы она шиграла плотненько, чтобы было. Конец откручиваем и заворачиваем. Эта фанерка нужна для того, чтобы под васину поставить фанерку. Сверлом, насквозь делаем дырочки на одном расстоянии для того, чтобы протянуть проволочку. Это специальный прибор сделали для навасивания васины, фильмоскоп старинный, раньше показывали пленкой. Две проволочки, плером васина пахнет, запах такой очумительный, жарко, она расплавилась теплая и приклеилась друг к другу. Надо аккуратненько прорвать стараться. Ставим на фанерку, ровненько. Если она немного длиннее нашего размера, мы ее просто подрезаем. Рамка бывает длиннее, бывает короче. Прикладываем рамку и примеряем. И ножом желательно, кинжалом. На три не выйдет. На две. На две, мы делаем на две, потом куда-то подойдет. На две мало. Много. На три мало. Короткие будут. Делай на две. С внутренней стороны. Просто обрезать. Они режутся очень легко. Сверху. Сверху вставляем в рамочку полоску волосины. Оно должно зайти плотненько. Затем переворачивать. И концами электричества с одной стороны прикладываем. С другой нагреваем проволоку. И воск расплавляется и держится. И в другую сторону так же самое. Прямо на глазах расплавился. Продолжаем. Следующую рамочку вырезаем по формочке. Какая-то нестандартная. Нестандартная рамочка. Проберем сейчас. Нужно линейкой отмерить, отрезать ровненько, чтобы было. Иначе она не станет в пазик. Нужно, чтобы ващина стала внутренний диаметр рамочки. Четко. И обрезаем. Лишнюю овощину убираем в сторону. Вот бумажка. Эту прикладываем нужного размера к рамочке. И начинаем нагревать проволочку с двух сторон. Концами. Электрическим током. Вот я оставлю с этой стороны. И с другой стороны проволочка. И начинает она нагреваться. И воск приклеивается. Ну, расплавилась и приклеилась. И вторая часть. Дальше подержать. тем больше она расплавляется температура нагрева идет на восени валирамки для пчел так как у них сейчас идет взяток цветет очень хорошо липа и им не хватает рамок у нас улики с дополнительным вверх можно рамки ставить вот так наши пчелки работают носят подножку вот какой-то у нас завелся воробушек подлетает и выедает пчел махально детям своим носит сейчас его покажу подлетает кулику хватает пчелу и несет детям это поилка для пчел дерево сделано отверстие вода медленно стекает пчелки пьют в этих отверстиях воду вода подсоленная идет на литр воды пол чайной ложки морской соли не пьют подсоленную воду а здесь на самое солнечное место мы поставили воскотопку воскотопка у нас собственного производства деревянный корпус сверху накрыто стеклом вот так оно устроено то есть поднимаем там очень большая температура складывается воск при нагревании воск стекает в жалобок и затем получается чистый воск хорошо топится вот такая у нас воскотопка у нас участок небольшой пчелки работают занимаются своим делом если нужны какие-то подробности пишите комментарии я все вам расскажу покажу это был краткий обзор сегодня того как наващивать вощину для этих работящих чел послушайте как они гудят спасибо за внимание до свидания